Всем большой привет! И сегодня в видео мы поговорим о том, как же все-таки проходит этот практический экзамен, что от нас хотят и что мы делаем. Вернемся немножко опять в предыдущее видео, как вы поняли, что все видео между собой взаимосвязаны хорошо. Ссылочку вы можете увидеть вот здесь, в инфобоксе, в описании к видео. Я все всегда оставляю. Практика, конечно, может длиться всегда по-разному, как от трех недель, так и до двух месяцев, или даже до трех. Это всегда зависит от организации, на каком периоде вы обучение. Вот вы делаете свою практику в клинике, то есть вы набираетесь опыта, вы делаете все те вещи, которые я уже ранее говорила, то есть помощь пациентам. И теперь пришло время проверить, как же вы все усвоили. Сюда включается как теоретическая часть, так и практическая часть. Дату экзамена вы узнаете еще до того, как пойти на практику. То есть у вас есть время подготовиться как морально, так и что-то вспомнить, еще наверстать, спросить у коллег по работе. И вот приближается та самая сокровенная дата, когда у вас предстоит этот практический экзамен. Также перед вступлением на практику вам выдаются некие документы с собой, которые вам потребуются, будут просто необходимы на этом экзамене. Что же это за документы? Вы получаете достаточно такую приличную папочку бумаг. Первый документ называется «Флегианамнезия от информационзамлюнг». Что же это такое? Это определенная папочка бумаг, где собраны все необходимые вопросы. Что же с этим делать? Как я уже сказала, за день до вашего экзамена вы получаете некоторые задания, как, например, пациент. За день до экзамена вам сообщается имя пациента, вы берете все эти необходимые документы и идете к пациенту. Конечно, до этого экзаменационная комиссия спрашивает у пациента разрешение, дает ли он свой голос, ответ «да», на то, чтобы с ним работал практикант. Вот вы узнали имя пациента и вы идете к нему, вот с этой стопкой бумаг. Что вы должны же с ней сделать? Здесь собраны все вопросы, которые необходимо вам будет знать и рассказать уже на экзамене, который будет завтра. Здесь вопросы, например, как имя пациента, возраст, в какой палате он живет, с каким заболеванием он поступил в больницу, какие были у него еще до этого заболевания, лежали ли он в больнице, какое состояние кожи. Также потом следующий документ, это вы увидите медикамент-лист, то есть вы вписываете все медикаменты, которые он принимает. И то есть вся вот эта пачка бумаг включает в себя те вопросы, которые вам необходимо будет узнать, чтобы узнать человека со всех сторон, о всех его проблемах. На это у вас уйдет примерно, я скажу, от двух до трех часов. Да, это, как всегда, кажется, что все легко, быстро, потому что много вопросов, пациенты пожилого возраста, они очень любят поговорить, они расскажут тебе про всю свою жизнь. Потом вы должны эту работу подготовиться, красивым почерком заполнить и быть готовым к завтра, потому что вам вся эта информация потребуется завтра на экзамене. Вот наступает завтра, вы приходите на смену, так же, как обычно, в 6 утра начинается смена и приходит экзаменационная комиссия приблизительно в пол седьмого утра, как это было у меня. Экзаменационная комиссия включает в себя два человека, так скажем, преподавателей. Вы уходите в отдельную комнату и начинается экзамен. Они приходят со своим планшетиком, со своей табличкой, где они все будут записывать, помечать, как вы отвечаете, какую информацию вы выдали. Вы начинаете рассказывать все по плану, что вы, конечно, записали, что вам известно. Они также задают вам вопросы встречные о какой-то болезни. На этом заканчивается первая часть. Потом вы уже идете непосредственно к пациенту в комнату. За день до этого вы также должны приготовить все вам необходимое. Это специальный вагон, вы берете, вы туда ставите все необходимые вещи, как вплоть к комплект постельного белья, полотенце. Если пациент диабетик, то, конечно, препарат, чтобы измерить, сколько сахара в крови. То есть вам надо быть полностью вооруженной. Если пациент также не ходит, вам надо иметь в этой вагон горшок, тазики, памперсы, все с собой. Изаменационная комиссия просто стоит в уголок и за вами наблюдает. И вам надо все делать в принципе то же самое, что вы делали во время всей практики, только за вами будут еще наблюдать и следить. Пациент вас уже ждет. Как у меня, к счастью, попался очень хороший, дружелюбный старичок. Он улыбался, он помогал мне во всем. Вы с ним разговариваете, измеряете давление. То есть, как я уже сказала, вся утренняя больничная рутина. Просто за этим еще смотрят четыре глаза. Они отмечают все, вплоть до вашей дикции, общения, контакт с глазами, самое главное гигиена. И это тоже занимает примерно около одного часа. То есть его надо как измерить, помыть, причесать и уложить. Экзаменационная комиссия также переодеть постельное белье, так как это все делается по регламенту. Также обращают внимание очень большое на гигиену, так как это все надо делать по правилам. Вот у вас заканчивается эта практическая часть, когда вы были с пациентом. И вы отправляетесь уже дальше в вашу уединенную комнату. Также происходит у вас диалог. Вы общаетесь, с вами разговаривает эта экзаменационная комиссия. Спрашивают, как вы себя оцениваете, как вы считали справились. То есть они сначала узнают, как вы думаете о себе. И вы уже узнаете результат. Они вам все объясняют, где у вас были ошибки, где вы оступились, где вы что-то сделали неправильно. И в конце выносят оценку. Также после этого диалога, когда вы узнали свою оценку, свою работу на то, как хорошо вы справились или нет. Вы получаете уже следующее задание, как профилоксия называется. Это работа все с тем же пациентом. Профилоксия это в принципе так же и переводится, что профилоксия какой-либо болезни. Также, посмотря на список болезней, что пациент имеет, они выбирают любую болезнь и дают вам ее, чтобы поработать. Эта работа выглядит очень простым образом, написанной от руки. И вот эта работа вам понадобится уже на следующем конечном экзамене, как разговорный экзамен. Вот эта самая бумажка вам пригодится и будет самой главной частью в этом экзамене. Но об этом мы уже поговорим в следующем видео. В принципе, я рассказала основную часть, все, что включает в себя практический экзамен. Я надеюсь, что я ничего не упустила. Конечно, ребят, если у вас есть вопросы, спрашивайте, не стесняйтесь. И мы с вами уже увидимся совсем скоро в новом видео о том, как же проходит этот разговорный экзамен. Всем большое спасибо за просмотр, всем большое спасибо, что были со мной. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok